Во время бдения не предавайся повестям пустым и не отвергай словес духовных, потому что Бог назирает сердце твое и не обезвинит тебя в грехе твоем. Долгий сон наводит искушение, бдение же разгоняет их. Многоспание огрубляет сердце, бдение же изощряет ум. Как огонь растопляет воск, так добрые бдения злые помыслы. Но лучше спать, чем проводить время в пусторечии. Сорок. Сновидение ангельское веселит сердце, а демонское возмущает его. Страница 638, первый том доброта любви, Ивагрия Монаха. Покаяние и смирение восставляют душу, милостыни же и кротость укрепляют ее. Помни всегда об Отце твоем небесном и не забывай никогда о суде последнем, и не впадет в грех душа твоя. Если дух уныния нападет на тебя, не оставляй келий своей и не уклоняйся куда-либо, не уходи во время печали. Ибо как кто очищает серебро трением, так блестящим станет сердце твое, если устоишь непоколебимо. Дух уныния отводит слезы, а дух печали подавляет молитву. 45. Как не удерживай скорпиона за пазухою, так не держи худого помысла в сердце своем. Как золото и серебро опробует огонь, так сердце монаха искушение. Кто не достигает искомой славы, печален бывает, а кто получает ее, гордится. Не вдавай в гордость сердца твоего и не скажи перед Богом, я и сам в силах. Чтобы Господь не оставил души твоей, злые бесы не смирили ее. 50. Тогда сметут тебя воздушные враги твои, и ночные ужасы обымут тебя. Сосуд избран душа чистая, нечистой же исполнится горести. 50. Без молока не отдоется дитя, и без бесстрастия не возликует душа. Любви предшествует бесстрастие, ведению же предшествует любовь. 51. Страх Божий рождает премудрость, вера же Христова дает страх Божий. 52. Стрела огненная зажигает душу, но муж-добродетель, доброделатель погашает ее. 53. Слушай, монах, слово отца твоего и не делай тщетным наставление его. 54. Этим образом избежишь помышлений злых, и злые демоны не одолеют тебя. 55. Плохой расходчик в монастыре возмущает души братьев, а кто растрачивает монастырское добро, святотатствует. 55. Кто худо говорит о брате своем, истребится, и презирающий нуждающегося не увидит света. 56. Не скажи, ныне прибуду, а завтра уйду из монастыря, потому что не в мудрости вздумал ты это. 56. Монах-шатайка придумывает ложные речи, и, воротясь, обманывает он старца своего. 57. Кто красно одевается и наполняет чрево свое, тот пасет срамные помыслы и не внидит сон святых. 60. Когда пойдешь в селоне, приближайся к женщинам, и не заводи с ними речей, иначе как рыба, проглотившая удочку, повлечется вслед ее душа твоя. 61. Великодушный монах достигнет бесстрастия. Кто же огорчает братья, ненавистен будет. 62. Кроткого монаха любит Господь, а сварливого отгоняет от себя. 63. Если опечален брат, утешь его, а если скорбит, соскорби ему. 64. Делай это, обрадуешь сердце его, и великое сокровище соберешь себе на небе. 64. Не преклоняй слуха твоего к речам против старца твоего, и не возбуждай против него души того, кто не чтит его, чтобы не прогневался Господь делами твоими и не изгладил тебя из книги живых. 65. Ленивый монах много потерпит вреда, а если будет упорствовать в нраве своем, то сбросит и одежду монашескую. 65. Монах двоязычный возмущает братья, а верный вводит мир. 66. Кто полагается на свою твердость, падет, кто же смиряет себя, вознесен будет. 66. Не предавайте насыщению чрева, и не будешь преодолеваем ночным сном. 67. Этим образом скоро сделаешься чистым, и Дух Господень снизит на тебя. 67. Пением псалмов укращается гнев, и великодушием отгоняется страх. 70. Кто учащает пиры, померкнет свет того, и душу его покроет тьма. 68. Весом скушай хлеб, и мерой пей воду, и дух блуда убежит от тебя. 69. Не подставляй ноги брату своему, и о падении его не радуйся, ибо Господь видит сердце твое, 70. И предаст тебя за то в день смерти. 71. Кто соблазняет мирян, не останется без наказания, и кто оскорбляет их, бесчестит имя свое. 72. Кто любит мир, вкусит соты его, и кто умножает его, исполнится меда. 73. Чти Бога, и познаешь бестелесных, служи Ему, и Он покажет тебе разум веков. 73. Плоть Христова деятельная и добродетельная. 74. Кто вкушает их, тот сделается бесстрастным. 75. Кровь Христова развлечения и деяний, кто пьет его, тот просветится им. 76. Грудь Господня – ведение Бога. 76. Кто возляжет на ней, будет богословом. 77. Исполненный ведение и делатель добра встретились между собою. 78. Среди ниже их Господь. 80. Не оставляй веры крещения твоего и не погубляй печати духовной, чтобы Господь пребывал с душою твоей и покрывал тебя в дни зла. 79. Речи еретиков – вестники смерти, кто принимает их, сгубит душу свою. 80. И ныне послушай меня, сын мой, не подходи к дверям мужей неверных и не ходи поверх сетей их, чтобы не запутаться. 80. Удали душу твою от знания ложного. 80. Я часто говорил с ними, заблуждающими, и мрачные речи их исследовал, и нашел в них яд аспидов. 81. Кто принимает их, погибнет, и кто любит их, исполнится зла. 81. Видел я отцов мудрования их, и не увидел света истины в речах их. 85. Пути проведения покрыты мраком. 81. И не постижимы разуму судьбы его, но муж доброделающий познает их. 82. Десятое. Его же, Евагрия монаха, наставление девственницам. 83. Люби Господа, и Он возлюбит тебя. 84. Служи Ему, и Он просветит сердце твое. 84. Чти Матерь твою Игумению, как Матерь Господа, и не оскорбляйся един, родившей тебя по духу. 85. Люби, сестр, как тщели матери твоей, и не оставляй пути мира. 85. Восходящее солнце пусть застанет молитвенник в руках твоих, а после второго часа рукоделье. 86. Молись непрестанно и помни Христа, возродившего тебя. 86. Избегай собрания мужей, чтобы не остался идол в душе твоей и не был тебе притыканием во время молитвы твоей. 87. Имеешь возлюбленного Христа. 87. Отвергни же всех мужей, и не будет укоризнена жизнь твоя. 88. Раздражение и гнев отдали от себя и злопамятство, да не коснит сердце твоем. 89. Не говори, нынче поем, а завтра попощусь, ибо не знаешь, что родить находящий день. 89. Есть мясо нехорошо, и пить вино непристойно. 90. То и другое позволительно только больным. 90. Дева беспокойная не спасется, и живущая утешно не узрит жениха своего. 91. Не говори, опечалила меня, араба, послушница. 91. Воздам ей, ибо нет рабства между тщерями Божьими. 91. Не давай слуха твоего речам суетным, и бегай от вестей праздно шатающихся старух. 92. На перы пьянствующих не смотри, и на браки мирские не ходи. 93. Не чисто перед Господом всякая дева, творящая это. 94. Открывай уста свои для Слова Божия и обуздывай от многословия. 95. Смиряйся пред Богом, и возвысит тебя десница Его. 95. Не отворачивайся от бедного во время нужды Его, и не оскудеет елей в светильнике Твоем, в час нужный. 96. Все твори ради Господа, и не ищи славы человеческой. 97. Слава человеческая, как свет травный. Слава же Господне пребывает вовек. 97. Деву кроткую любит Господь. Дева же гневная, ненавистная Ему. 96. Послушливая дева обрящет милость. Противоречивая же крайне неразумна. 97. Работливую деву погубит Господь. Благодарную же за все избавит от смерти. 98. Срамен смех и укоризнено бесстыдство отей. Всякое же неразумное впадет в них. 99. Красящиеся одеждами теряйте стыдливости взора. 99. Не закосневай смирянками, чтобы не отвратили они сердце Твоего и не сделали тщетными советы правых. 100. Со слезами молись ночью, так, чтобы никто не ощутил, что ты молишься, и обрящешь благодать. 100. Приятные прогулки и посещение чужих домов расстраивают состояние души и колеблят решимость воли ее. 101. Верная дева не страшлива, а неверные тени своей боится. 101. Которая презирает сестру слабую, та удалена будет от Христа. 102. Не говори, это мое, а то твое, ибо во Христе Иисусе все общее. 103. Не разыскивай, как живет другая, и падение сестры Твоей не радуйся. Послужи неимущим девам и знатностью Своею не возносись. Церкви Божией слова не упускай из уст Твоих, и ни на кого не поднимай очей Твоих. Ибо Господь знает сердце Твое, и все помышления Твои назирает. 104. Всякое злое пожелание отгоняет себя, и не одолеет Тебя враги Твои. 105. Спой в сердце Твоем, и ни одним языком произноси слова псалмов. 10. Как напор огня трудно утушить, так душа Деву раненая едва исцелима. 10. Не предавай души Твоей помышлениям злым. 10. Да не осквернят они сердца Твоего, и чистой молитвы, да не отдалят от Тебя. 11. Тяжела печаль и неудобоносно уныние, но слезы Господу сильнее их. 12. Голод и жажда заморяют похоти злые, бдение же доброе очищает смысл. 13. Гнев и раздражение отвращают любовь, памят о злобе же пристыжает дары. 14. Которая скрыто наговаривает на сестру свою, та останется вне брачного чертога женихова. 15. Воззовет в дверь, и не будет послушающего. 16. У Девы немилосердный погаснет светильник, и не увидит она прихода жениха своего. 17. Стекло, падши на камень, разбивается в дребезги, и Дева, прилепившаяся к мужу, не будет невинна. 18. Лыше замужняя кроткая, чем дева вспыльчивая и гневная, которая со смехом увлекается речами мужа, та похожа на человека, давшего врагам надеть петлю на шею свою. 19. Что Маргарит золотой оправит, то детство, окруженное почтением. 20. Песни бесовские с гуслими расслабляют душу и подрывают твердость решимости ее, которую храни более всего, чтобы не оказаться укоризненную. 21. Не услаждайся насмешками и не соучаствуй с пересутчицами, потому что их оставит Господь. 22. Не осуждай сестру, едущую, и воздержанием твоим не возносись, ибо не знаешь, что помыслил о вас Господь, и какая из вас станет перед лицем Его. 23. Которая жалеет, что очи посинели и плоть увяла, та не будет обрадована бесстрастием. 24. Тяжко воздержание и едва управима чистота, но нет ничего слача и небесного жениха. 25. Видел я мужей, повреждающих дев, учениями своими и тщетным делающих дев своих. 26. Ты же, дева, слушай учения Церкви Божией, и никто другой не переубедит тебя. 27. Бог сотворил небо и землю и промышляет о них. 28. Нет ангела, который бы не мог согрешить, и нет беса злого по природе. 29. И того и другого Бог создал свободную волею. 29. Как человек состоит из тела тленного и души разумной, так и Господь наш действительно родился, как человек без греха, действительно вкушал, действительно распялся, не был он призраком в очах людей. 30. Будет воскресенье мертвых, мир сей приедет, и мы воспримем духовные тела. 31. Праведные наследят свет, а грешные вселятся во тьме. 31. Отче деву узрят Бога, и уши ее будут слышать слово Его. 32. Чистота девственная приятна Господу, и дева чистая приимет венец из рук жениха своего. 33. Одеяние брачное дано будет ей, и с ангелами восторжествует она на небесах. 34. Неугасимо будет гореть лампада ее, и елея не оскудеет в светильнике ее. 35. Вечное богатство приемлет она и Царствие Божие наследит. 36. Помни Христа, хранящего тебя, и не забывай поклоняемое Троице Единосущное. 37. Одиннадцатое. О различных порочных помыслов главы. 38. Из бесов, противящихся деятельной жизни, первыми на брани стоят те, которым вверены похоти или вожделения чревоугодия, и те, которые влагают в нас сребролюбие, и те, которые вызывают нас на искательство славы человеческой. 39. Прочие же все позади их, ходя, берут преемственно уже уязвленных ими. 40. Ибо нельзя впасть в руки любодеяния тому, кто не палачьего угодия. 41. Нельзя возмутиться гневом тому, кто не стоит и не борется за яство или деньги или славу. 42. Нельзя избежать беса печали тому, кто не потерпел какого урона во всем этом. 43. Не избежит гордости этого первого порождения дьявольского, кто не исторг корня всем злым сребролюбие. 44. Так как, по слову премудрого Соломона, нищета мужа смиряет, и кратко сказать, нельзя человеку подпасть какому-либо демону, если не будет он прежде уязвлен теми первостоящими. 44. Почему эти три помыслы приводил тогда дьявол к спасителю? 45. Первый, когда просил, чтобы камни стали хлебами. 46. Потом второй, когда обещал весь даже мир, если он падше поклонится ему. 47. И третий, когда уверял, что если послушает его, то прославится тем, что ничего не потерпит, бросившись с такой высоты, с крыла церковного. 47. Но Господь, явясь выше всего этого, повелел отойти дьяволу прочь, научая тем нас, что нельзя отогнать дьявола, если не презрим этих трех помыслов. 48. Все демонские помыслы вносят в душу представление чувственных вещей, и ум, приняв отпечаток их, вращает их в себе. 49. Следовательно, по предмету помысла можно узнавать, какой приблизился к нам демон. 50. Например, если в мысли моей предстанет лицо, причинившего мне вред, или обесчестившего меня, то этим обличается, что приблизился без злопамятства. 51. Если опять вспомнятся деньги или слава, по предмету этого нельзя не узнать. 52. Кто беспокоит нас? 53. Равным образом и при других помыслах по предмету их можешь определить, кто предстоит и влагает их. 53. Не говорю, впрочем, чтобы все воспоминания об этих вещах бывали от бесов, потому что и самому уму, когда человек приводит их в движение, обычно воспроизводить возображение того, что было. 54. Но только те из воспоминаний, которые вместе возбуждают раздражение или вожделение, что неестественно. 55. По причине растревожения этих сил ум мысленно любодействует и боронится, и не в состоянии уже бывает держать в себе помышления о Боге, законоположнике своем, так как светозарность эта, то есть невозмутимое богомыслие, появляется во владычественном уме под условием пресечения помышлений вращающихся вещах во время молитвы. 56. О сновидениях. 57. Достойное изыскание, как бесы в сонных мечтаниях напечатлевают и воспроизводят образы во владычественном нашем уме. 58. Подобное этому обыкновенно бывает с умом и наяву, когда он или видит глазами, или слышит ушами, или другим каким чувством восприемлет, что со вне, и удерживает то в памяти. 58. Память же, приводя в движение то, что получила через тело, вносит образы во владычественный ум. 59. И так мне думается, что демоны в сновидениях вносят образы в ум, приводя в движение память, потому что органы чувств в то время держатся сном в бездействии. 60. Но спрашивается опять, как память приводят они в движение? 61. Посредством ли страстей? 61. Да, если иметь во внимание страстные сны. И это ясно из того, что чистый и бесстрастный не терпит ничего подобного. 62. Но бывает и простое бесстрастное движение памяти, происходящее от нас самих или от святых сил, по которому представляется, что мы беседуем и вечером со святыми. 63. Впрочем, надо иметь во внимании, что как какие образы душа воспринимает с телом, так память воспроизводит их и без тела, то есть страстно или бесстрастно. 64. То же самое бывает и во время сна, когда тело покоится. 64. Ибо как о воде можно вспоминать и при жажде, и без жажды, так и о золоте можно вспоминать и с любостяжательностью, и без любостяжательности. 65. То же бывает и в отношении к другим предметам, так наяву, так и во сне. 66. А что ум находит или сознает в себе во время сна, такие или такие мечтания, то в этом различии усматривает злокозненность демонов, во всем имеющих в виду нашу погибель. 67. При этом надо бы еще знать, что демоны пользуются и внешними вещами для произведения мечтаний, например, шумом волн, когда кто плывет. 67. Очень много способствует видам демонов, и для всякого их злоощрения бывает весьма полезна наша раздражительность. 68. Приходя в движение, никак требуется от нее естеством. 69. Почему ни один из них не отказывается возбуждать ее днем и ночью? 69. Но когда видит, что она связана кротостью, тогда наперед старается под какими-нибудь правыми, будто предлогами, разрешить ее, 70. Почему ни по праведным, ни по неправедным делам не должно попускать возбуждаться ей, чтобы не дать таким образом опасного меча в руки внушающих нам недоброе, 70. Что, как я знаю, делают многие по самым ничтожным поводам, воспламеняясь более, нежели сколько подобает. 70. Из-за чего, скажи мне, так скоро приходишь ты в бранное положение, если презрел в пищу, деньги и славу? 71. Зачем питаешь пса, дав обед ничего не иметь? 71. Если он лает и бросается на людей, то явно, что ты имеешь нечто внутри и желаешь то сберечь. 72. Я уверен, что таковой далек от чистой молитвы. Знаю, что гнев есть губитель такой молитвы. 73. Сверх того дивлюсь, как забыл он святых Давида, который вопиет, пристань от гнева и оставь ярость, 74. Экклесиаста, который заповедует оставить ярость от сердца твоего и отринуть лукавство от плоти твоей, 75. Апостола, который повелевает воздевать во всякое время, на всяком месте преподобные руки без гнева и сомнения. 76. Ни другому чему научает нас гадательные древние обычаи изгонять из дома собак во время молитвы. 77. Ибо этим дается разуметь, что в молящихся не должно быть гнева. 78. Некто и из языческих мудрецов утверждал, что желчь и бедро не вкушаются богами, сам не разумея, как думаешь, что говорил. 79. Ибо полагаешь, что желчь – символ гнева, а бедро – скотского вожделения. 80. А о том, что не должно заботиться об одеждах или яствах, излишне думает писач, когда сам Спаситель в Евангелиях запрещает это, говоря, 80. Ибо язычникам это пристало как неверующим, отвергающим владычный промысл и отрицающим Творца. 80. А христианину должно быть это совершенно чуждо, после того, как они однажды навсегда уверовали, что и два воробья, продаваемые за один из царей, состоят под смотрением святых ангелов. 81. Между тем, у демонов есть обычаи после нечистых помыслов влагать и помыслом многозаботливости, чтобы уклонился Иисус народу помышлений, сущую, на мысленном месте, и чтобы слово, подавляемое заботливыми помыслами, осталось без плода. 81. Отложив же их, возвергнем на Господа печаль нашу довольны сущим, чтобы, ведя скудную жизнь и употребляя убогую одежду, день от дня совлекаться нам этих породителей тщеславия. 81. Кому же покажется, что ему срамно быть в убокой одежде, тот пусть посмотрит на святого Павла, как он пребывал в зиме и на готе, воодушевляясь несомненным чаянием получить венец правды. 82. Но поскольку святой Павел назвал мир этот позорищем и поприщем, то посмотрим, можно ли облегшемуся в помыслы многозаботливости тищи к почести Вышнего звания Божия и бороться с властями и началами и миродержителями тьмы века сего. 83. Я, по крайней мере, не утверждаю этого, научаемый самой этой чувственной историей, тем, что бывает на позорищах, потому что этому борцу, конечно, помешает одежда, спутывая его как уму помыслу заботливости, если верно слово говорящее, что ум неотлучно пребывает при своем сокровище. 84. Ибо говорит, где сокровище твое, там будет и сердце твое. 85. Из помыслов одни секут, другие посекаемы бывают, и то злые посекают доброе, то опять добрыми посекаются злые. 86. Дух Святой внимает перворожденному помыслу, который берет первенство и преобладание, и по нему нас осуждает или принимает. 86. Что же говорю я? Вот что есть. 87. Имею я какой-нибудь помысл, например, странно приимство, и имею его ради Господа, но он, когда находит искуситель, стеком бывает тем, что тот внушает странно приимствовать славы ради. 87. И опять имею я помысл странно приимства, чтобы показать все перед людьми, но и он, когда находит лучший помысл, стеком бывает тем, что тот направляет добродетель нашу боли к Господу и понуждает нас творить то не для людей. 87. Итак, если и в самых делах останемся, наконец, при первых помыслах, вторыми будучи только при том искушаемых, то по одним тем перворожденным помыслам получим и воздаяние, потому что как человеки и как состоящие в борьбе с демонами не имеем мы силы всегда удерживать правый помысл нераспленным. 88. Как наоборот и худой помысл не может оставаться в нас без того, чтобы не было покушения, восстать против него помыслом добрым, потому что в нас есть семена добродетелей незаглушимые. 89. Впрочем, если какой из постекающих помыслов закоснит, то занимает место искушаемого, то есть совсем вытесняет первый помысл, и человек начинает действовать движимый уже этим, наконец, помыслом. 90. Между помыслами ангельскими, человеческими и теми, которые от бесов, различия, как мы узнали, помощью долгих наблюдений, таково ангельские ищут узнать естество вещей и исследовать духовное их значение, как то, для чего сотворено золото и для чего оно рассеяно в виде песка, где-то в дольных местах земли, 90. И отыскивается с большим усилием и трудом, как найденное, промывается водою и придается огню, и таким образом вдается в руки художников, делающих из него для скини и светильник, кадильницу, чашицу и фиалы. 2. Из которых по благодати Спасителя не пьет уже ныне царь Вавилонский. Данила 5.3. 3. Клеона же приносит горящие от сих тайн в сердце. 4. Демонский помысл этого не ведает и не разумеет, а только бесстыдно внушает одно стяжание чувственного золота и предсказывает имеющее быть от того наслаждение и славу. 5. И человеческий помысл ни стяжания не ищет, ни о том не любопытствует, что символом служит золото, но вносит в мысль один простой образ золота без страсти и любостяжания. 6. Подобно же рассуждению придется изречь и о других предметах, если станет, то сокровенно упражнять ум свой по этому образцу. 7. Есть помысл, который прилично назвать скитальцем. Он предстает братьям большей частью под утро и водит ум из города в город, из весь и весь, из дома в дом, причем он сначала ведет простые беседы. 8. А потом, заговорившись с некоторыми знаемыми наидолжайшее, расслевает свое состояние, соответственно, качеством тех, с которыми встретился. 9. Удаляется мало-помало от сознания Бога и добродетели и забывает о своем знании и обете. 10. Итак, отшельнику надо смотреть за этим бесом, наблюдая, откуда он приходит и где пристает, потому что недаром и никак случилось, делает он такой большой круг. 11. Но делает это с намерением расстроить состояние отшельника, чтобы ум, распалившись всем этим и опьянев от многих бесед, тотчас подпал демону блуда или гнева или печали, которые наиболее повреждают светлость устроения его. 12. Но мы, если имеем намерение узнать яснее козни, понургию этого беса, не будем вдруг противоречить ему и не станем открывать тотчас отцам, как он мысленно строит в нас беседы и каким способом мало-помалу загоняет он ум в область смерти, потому что от этого он тотчас убежит, не терпя, чтобы видели, как он делает все это. 13. И мы таким образом ничего не узнаем из того, что узнать вожделивали, вожжелали, но лучше попустим ему на другой или на третий день до конца доводить свою драму, чтобы, узнав до точности его хитрые извороты, потом обращать его в бегство одним обличительным словом. 14. Но поскольку во время искушения случается уму быть возмущен и не видеть точно происходящего в нас, то по удалении беса вот что надо бы сделать. 15. Сядь и сам с тобой припомни, что с тобой происходило. Откуда ты начал и где ходил, в каком месте схвачен ты духом блуда или печали или гнева, и как потом было все прочее, что было. 16. Изучи все это и придай памяти, чтобы, когда еще придет, уметь обличить его, заметь и самое место, скрываемое им, и не дойдешь уже более вслед его, не пойдешь. 17. После этого, если захочешь привезти его в бешенство, обличи его тотчас, как только предстанет, и словом назови первое место, в которое вошел ты, мысленно в первом искусительном блуждании, потом и второе, и третье, потому что он сильно раздражается, не терпя посрамления. 18. Доказательством же того, что благовременно, полезно держать к нему такую речь, да будет для тебя бегство помысл от тебя, ибо ему невозможно стоять при таком явном обличении. 19. За побеждением же этого демона последует тягчайший сон, омертвение вежды с великим охлаждением, непомерная зевота и отягчение плеч, что все по усердной молитве рассеивает Дух Святой. 20. Ненависть к демонам много содействует нам ко спасению, и много пригодна в делании добродетелей, и однако же воспитывать ее у себя, как некое доброе порождение, мы не в силах, потому что ее рассеивают в нас Духи сластолюбие, и Душу опять вызывает к содружеству и свыкновению с ними. 21. Но врач Душ, это сотружество, лучше же неудобо исцелимую гангрену, врачует оставлением, попуская нам ночью и днем терпеть от них что-либо страшное. 22. Вследствие этого душа опять восходит к первообразной нормальной ненависти к ним, научаемая говорить Господу словами Давида, совершенной ненавистью возненавидел их враги, а не мне. 23. Ибо тот совершенной ненавистью ненавидит врагов, кто ни делом, ни мыслью не согрешает, что есть знак наивеличайшего и первого, какое было в Адаме – бесстрастие. 23. А демоне же, делающим душу бесчувственную, должно ли ей говорить, что? Я, по крайней мере, боюсь писать о нем. 24. Как эта душа выступает из собственного устроения своего, в то время как он находит, и страх Божий, и всякое благоговенство отлагает, грех не ставит в грех, и беззаконие не считает беззаконием, 25. О страшном суде и вечной муке вспоминает, как о простом голом слове, и посмевается тем огненному всепотрясающему воистину перевороту, и Бога, хотя исповедует, но повеление его знать не хочет. 26. Бьешь себя в грудь, когда она движется ко греху, и она не чувствует, говоришь ей о писании, и она, как ослепшая, не видит и, как глухая, не слышит. 27. Бьешь себя в грудь, когда она движется ко греху, и она, как ослепая, не слышит.